Я не знаю, как эти блогеры записывают свои видосы. Всем привет, ребятки! Вы на канале Кул Геймс, и с вами я, Паша, тот человек, который всё это время вёл и ведёт канал Кул Геймс. Также у меня есть ещё второй канал, который называется Павел Кул. Крутое название, да? Я его долго придумывал. Так вот, ребят, сегодня очень хороший день. Сегодня вас, моих зрителей, стало 2 миллиона на канале Кул Геймс. И в первую очередь я хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, что вы со мной. За то, что каждый из вас когда-то, кто-то несколько лет назад, кто-то вчера, кто-то сегодня, нажал на кнопочку подписаться. Ребят, вы моя мотивация не останавливаться и идти дальше. Ну а сегодня я буду отвечать на ваши вопросы впервые за 4 года. Сколько там уже прошло? Больше 4 лет, ребята, каналу. Вот, вы написали просто очень-очень много вопросов. Я отобрал такие, которые более повторялись, которые более интересные, скажем так. И попытаюсь сегодня на них ответить, и вы поближе сможете меня узнать. Кстати, вы, наверное, большинство видите меня впервые, но на самом деле в Инстаграме, в своем, на которой есть ссылочка в описании, я выложил свою фотку уже месяц назад. Так что подпишитесь, чтобы знать первым что-нибудь интересненькое из моей жизни. Но сейчас я буду читать вопросы, ваши вопросы и отвечать на них. И, кстати, для меня вообще-то впервые записывать себя. Я записываю видео на фронтальную камеру айфона. Я надеюсь, что качество будет более-менее приемлемым, и вы меня сможете разглядеть. Вообще, ну тут не просто, типа, знаете, такой блюр. Нет, вы поймете хотя бы приблизительно, как я выгляжу. И мне интересно, что вы потом напишите в комментариях по поводу вообще всего происходящего. Итак, начинаю читать ваши вопросы. Как и почему ты решил начать карьеру на ютубчике? Через какие трудности тебе пришлось пройти? Ну что ж, на тот момент я работал инженером по эксплуатации и ремонту зданий. И я понимал, что нужно что-то менять, потому что, на самом деле, зарплата была такая себе, да и расти особо-то некуда было. Вот, и я понимал, что ютуб это перспективная площадка, а меня всегда тянуло к чему-то, вот к какой-то технике, что-то узнавать компьютеры. Вот это было у меня всегда. И я начал создавать каналы. Да, это был не первый мой канал. Я сначала пробовал другие тематики, какие-то приколы, что-то пытался монтировать. Потом еще что-то делал, но однажды я увидел, что мой сын, ему тогда лет было совсем мало, смотрит видео, где люди играют в игры, представляете? И я подумал, а я что ли так тоже не могу? Почему бы не попробовать? И вот я просто начал это делать. Начал делать, я старался это делать каждый день. Я приходил с работы. Я забываю смотреть камеру, да? Напиши мне в комментариях, я забываю, да? То есть я приходил с работы, часов, допустим, в шесть, ел, садился за ютуб, записывал видосик, монтировал его, превьюшку создавал. Короче, у меня день проходил с утра, подъем в семь, и ложился я где-то в час. И так каждый день, каждый день, каждый день. Только по выходным вроде бы я не выпускал видео. И в итоге, в итоге меня заметили. Трудности были какие? Просто, что я каждый день это делал. Я совмещал работу и ютуб. Я верил, что у меня все получится. И у меня все вроде бы как получилось. Идем дальше, ребят. Так, 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 так. Есть или была ли у тебя какая-нибудь работа, кроме ютуба? Если да, то какая? Ну, давайте. Это какая-то вообще биография пошла. Кстати, я сначала поотвечаю на вопросы по моей жизни, скажем так, а потом уже по играм. В конце. Так вот, ребята, я закончил архитектурно-строительный колледж. И после этого по распределению я работал каменщиком. Года так три-четыре, что ли. Вот. После этого я работал мастером в ЖКХ. После этого я работал инженером. Ну, и в принципе, после инженера я уже чисто на ютубе остался. Все, вот такие вот работы. Ну что, идем дальше. Так, 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 так. Ты женат, сколько у тебя детей? Да, я женат, у меня есть сын, ему 7 лет. Ты будешь играть с кем-то из семьи. Возможно, с сыном мы уже играли. У тебя есть какие-то братья и сестры? У меня есть сестра и у меня есть брат. Это если родных брать. У тебя есть какие-то домашние животные? Да, это муравьи. И они, кстати, там где-то стоят сзади. Я за ними не смотрю. Жена смотрит. Других животных нет. Я люблю кошек и собак, например. Но у меня аллергия. Жаль. Кстати, ее раньше не было. Она появилась. Надеюсь, так же, как появилась, так и пропадет. Какой твой любимый цвет? Кстати, вы мне задаете такие вопросы, которые я вообще себе и раньше не задавал. И я даже не знаю на них ответы. Допустим, какой цвет мой любимый? Да я не знаю. Честно, я не знаю. Где-то мне нравится, допустим, на машине какой-то цвет конкретный подходит. К одежде тоже бывает. Нет у меня цвета. Нету. Не знаю. Какая твоя любимая машина? Вообще, мне нравится Audi. Я, можно сказать, небольшой такой фанат Audi. Но, но, я начал присматриваться к другой тачке. Тесла. И, возможно, я ее куплю. Ну, я ее хочу купить какую-нибудь Теслу. Вот и все. Тем более, обновились новенькие Теслы сейчас. Правда, стоят дорого. Но, ребята, Тесла когда-нибудь у меня будет. Так, 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 так. Ты любишь нас, своих подписчиков? Ну, а как вы думаете, люблю или нет? Напишите в комментариях. Ладно, я отвечу. Я люблю вас. Все. Кого ты смотришь из ютуберов? Вот это тоже прикольный вопрос. Да, в принципе, я смотрю много кого, но в то же время никого. Мне нет конкретного любимого ютубера. По играм я вообще почти никого не смотрю. Мне хватает своих игр. Но, также, я люблю по спорту что-то посмотреть. По боям, по автотематике, по гаджетам. То есть, я всего понемножку. И, особенно, когда мне что-то нужно, интересно, тогда я просто начинаю рыть и смотреть вообще много чего. Потом я это забываю, смотрю кого-то другого. То есть, как-то так. Поэтому я вам ничего не назову здесь. Так. Почему ты изменил голос на настоящий? Давайте, наверное, начнем. Почему я изменил вообще голос? Потому что, в принципе, все идет от начала, когда я работал инженером. Да, ну, вроде как инженер, такой, там, какие-то вопросы решаешь серьезные. Вроде как дядька, да. И я для меня было... Наверное, повлияло какое-то окружение на моей работе. Что я такой думаю, ну, вот я начну снимать вот эти игры. Такой дядька с таким голосом. Мне только было сколько? 28, наверное. Вот. И я решил, что давайте-ка я изменю голос. Но, и еще не самое главное, это другое, что нужно было как-то выделиться. Много было вообще всех, ну, вообще так на тот момент, все снимали просто своим голосом. А нужно было как-то выделиться. И я изменил голос. Было прикольно. Кстати, и, наверное, из-за этого еще, ну, в том числе, у меня все получилось. Вот. Потому что потом я замечал очень много каналов, которые начали изменять голоса. Так, идем дальше. А, почему ты изменил голос на настоящий? И теперь ты вернешь старый забытый голос. Старый голос я не верну. Почему я изменил на настоящий? Потому что я хочу быть настоящим. Как-то так. Я его еще раньше изменил на настоящий, вернул. Это было очень сложно. Ваша реакция такая была, что у-у-у-у, там многие... Отписка, все, что это за голос? Что это за мужик вообще? Ты что сюда пришел? Давай сюда Кулгеймса. Так вот, ребята, я хотел, я знал, что все равно мне нужно будет показать вам себя. И тот голос точно бы не подходил ко мне. Ну, вы представляете, я такой... Я сейчас скажу. Всем привет, ребятки. Меня зовут Паша. Кулгеймсы. Всем пока. Как вам такой голос с моим лицом? Нормально? Я думаю, что не очень. Вот поэтому, в принципе, я и убрал тот голос. И больше его не будет. Ну, может быть, иногда. Не иногда. Короче, может быть. Идем дальше. Так, снимешь видео, где показываешь свою квартиру. На самом деле здесь смотреть нечего. Сзади стоит шкаф, который я сделал сам, вот этими руками. А больше здесь нечего смотреть. Двухкомнатная квартира. Я ее снимаю. Вот и все. Ты будешь снимать видео с веб-камерой? Не знаю. Не знаю. Это нужно пробовать. Это не каждому дано. Должна быть какая-то харизма. Получится у меня или нет. Но я, наверное, пробовать буду. Когда-нибудь. Так, идем дальше. Я чай попью, хорошо. А то что-то я такого никогда не делал особо. Нет, чай я пил всегда. Так долго никогда не это. Не записывал таких видео. Вообще никогда не записывал. Идем дальше, ребята. Где я остановился? Так, так, так. Сколько времени? Как ты познакомился с ФГТВ? Почему перестал с ним снимать? Нас познакомил подписчик. Привет тебе, Александр Миловидов. Ребят, я, наверное, смотрю. Короче, не в камеру. Но я думаю, что вы меня простите. Я смотрю на себя. Привет, Саша Миловидов. Это мой подписчик. И подписчик Максима, который нас свел. Вы представляете? Он написал Максу и мне. Типа, а давайте вы замутите что-нибудь вместе. И вот так мы как бы замутили что-нибудь вместе. Но потом как-то мы перестали просто общаться. И все. Мы с ним дружим. Но просто давно уже вообще не общались. И возможно мы снимем еще когда-нибудь видео. У нас круто получалось. Так, идем дальше, ребят. Так, 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 так. Ты думал, что у тебя будет 2 миллиона, когда начинал карьеру ютубера? Конечно же нет, ребята. Я вообще не представлял, что вообще может получиться. Как, что будет. Я просто начал и делал. Просто делал, делал. И в итоге все-таки 2 миллиона есть. И мы на этом не остановимся. Ага, идем дальше. Кто ты больше любишь? Чипсы или сухарики? Не знаю, ребята. И то, и то люблю. Но чипсов, наверное, съел больше. Но вообще не советую. И ни то, ни другое есть. Так. Как придумал название каналов? О, это вообще больная тема. С названием каналов это просто беда у меня. Я никогда не могу нормально придумать ни ника, ничего. И я придумал название Cool Games. Думаю, ну это будет временное. Потом, ну то есть, просто хочу создать канал. Это будет временное название. Потом уже нормальное придумаю. И что вы скажете? Да, да. Это временное стало постоянным. А, второй канал. Павел Кул. Это вообще какая-то жесть. Я не знал, естественно, какое название придумать тому каналу. Я даже создал там такой, типа, конкурс на лучшее название. Но так я ничего и не смог выбрать. А Павел Кул, то есть, ты когда делаешь канал, тебе спрашивают там имя, фамилия. Я написал имя Павел, фамилия. Ну, написал Кул. Вот и все. Походу, это название таки останется. Ну, я не знаю. Может, еще и изменю. Когда будет там 10 миллионов, например. Идем дальше, ребята. Так. Так, так, так. Так. Откуда ты берешь такие крутые идеи? Они рождаются в моей голове. Я не знаю, нормально это или нет. Особенно, учитывая некоторые последние видео. Ладно. Считаю, что заслужил свою аудиторию. Ну, вот такой вопросик, ребят. Наверное, считаю, что два. Два. Да. Потому что два миллиона за четыре года, в принципе, я думаю, что я заслужил. Я старался быть всегда честен своей аудитории. Я считаю, что, наверное, да. Ну, а как вы считаете, напишите в комментариях. Будешь делать что-то новое, помимо видео с играми? Ну, не знаю. Если вот такие вот ролики, как я сейчас, это вообще первый опыт, что-то будет получаться, то, может, я сниму когда-нибудь какой-нибудь влог. И, может, сойдет, и я буду снимать почаще такое влоги какие-нибудь, например. Или еще что-нибудь обзоры. Идем дальше, ребята. Так, 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 так. Так, как называется твой второй канал, Павел Ко? Ты волнуешься при записи видео, а при записи игры, когда и меня нет, я не волнуюсь. Но сейчас есть немножечко такое. Так, привет. А у тебя удачно получается приветствие. Ха-ха. Я не знаю, почему вы спросили такой вопрос. Значит, я не один такой. Я не понимаю, с камерой все нормально или нет. Ну, не важно, не важно. Короче, приветствие, ребята. У меня никогда практически не получается сделать его с первого раза. А иногда у меня я ставлю рекорды. Иногда бывает до получаса доходило, что я не мог стартануть. Ха-ха. Вот это приветствие сделать. Вы представляете? Просто жесть. Если честно, мне не нравится картинка на камере. Ну, простите уже. Что будет, то будет. Любимая еда и напиток. Я не знаю, ребята. У меня нет такой прям любимой еды. В детстве я любил макароны. Давайте пусть будут макароны. Самая крутая еда. Напиток я тоже не знаю. Я люблю в последнее время кофе пить. Помогу не пить. Могу пить вкусно. Короче, нету, нету. Конкретно любимого такого нету. Идем дальше. Почему ты боялся показать свое лицо раньше? Ребята, это потому, что тот голос не подходил к моему лицу. И поэтому я вот-вот перешел на голос нормальный. И вот теперь я вам могу себя показать. Привет. Ответь, пожалуйста. Ты снимаешь видео ради денег? О, вот это крутой вопрос. Ну что ж, могу сказать. YouTube сейчас это моя работа. Да, я живу за счет того, что здесь зарабатываю деньги. Но, если бы я снимал видео и думал только о деньгах, скорее всего, у меня бы ничего не получилось. Как-то так, ребят. Идем дальше. У тебя есть золотая кнопка YouTube? Сейчас покажу. Сейчас покажу. Опачки. Вот она. Эй, надеюсь, камера там перевернет все или что? Все нормально будет? Короче, есть, ребята, конечно же. Два миллиона подписчиков. Можно вторую уже получать. Так, мы пойдем дальше. Я переживаю, что тут уже все изменилось на камере давно. Нужно было как-то зафиксировать, наверное, свет этот. Я в этом не разбираюсь. Смотрим дальше. Так, так, так. Какая мечта? Хороший вопрос. Ну, мне сложно на него ответить. Честно говоря, прям какая-то такая глобальной мечты, наверное, нет. Знаете, я скажу так. Я хочу, чтобы люди в мире стали просто немножечко добрее. Вот. Ну, и еще я хочу побывать в разных странах. Я практически нигде не бывал. Вот, и в этом году я хочу минимум три страны. Хоть какие, любые. Но побывать в трех странах. Хотя сейчас пандемия, не знаю, как это получится. Я постараюсь. Дальше идем. Какая любимая игра в Роблоксе, кроме качка? Это Арсенал. Я люблю туда зайти и понаваливать, пораздавать хедшотиков. Чем занимаешь свободное время? Свободного времени практически нет. Да. Да. Потому что, во-первых, много нужно записывать, монтировать. Все это понятно. Ютюб. Потом. Я хожу в тренажерный зал. Два раза в неделю. Плюс один раз в неделю мы плаваем с сыном. Плюс нужно еще уделять время семье. То есть, свободного времени практически нет. Но вечером бывает иногда. Я могу зайти тоже Арсенал пострелять. Могу посмотреть стримчики какими-то на Ютюбе или на Твиче. Вот как-то так. Ты серьезный в реальной жизни или веселый, как в видосах? Ну, я, наверное, скорее всего, веселый. Но это лучше спрашивать не у меня. А, скажем, у моих там близких, родных. Которые рядом со мной. Но я, да, я веселый. Но я строгий. Бываю. Так. Есть ли у тебя тикток или лайк? У меня есть тикток. Ссылочка на него есть в описании. Переходите, подписывайтесь. Но я там почти ничего не снимаю. Но, может, буду снимать. Ты куришь? Нет. Я не курю. Я давным-давно когда-то только попробовал. Мне что-то не зашло вообще. И все. Не курю. И вам не советую. Тебе хотелось забросить канал? Нет. Что любишь больше? Тортики или конфетки? Наверное, тортики. Но в последнее время ем. Стараюсь есть поменьше сладкого. Теперь переходим к играм. Погнали. Когда вернешься в Drive Ahead? Когда он у меня заработает на эмуляторе? Потому что я его в последнее время не могу запустить. Но если этим заняться, то, конечно, можно сделать. Я в любом случае буду в него еще играть. Как ты захотел играть в Brawl Stars? Brawl Stars просто была популярная игра. Я как-то давно в него было попробовал. Еще до второго канала. И мне не зашло. Но потом я решил, что... Ну почему в него так все играют? Дай-ка еще раз. Дам шанс. Поиграл. И знаете что? Я потом начал... Даже после видосиков я вечерами играл еще в Brawl Stars. Я не знаю, что произошло. Но меня больше волнует, что на камере что-то все потускнело. Как-то так. Будет ли седьмая часть спор? Спор крутая игра. Может быть я и к ней вернусь. Ты играл когда-нибудь в Clash Royale? Если не играл, сыграю. Уверен, тебе понравится. Я играл. Есть видосики. Классная игра. Мне она нравилась. Но пока что, наверное, не буду. А может буду играть. Ты играл в Shadow Fight 2? Ну конечно. Это, наверное, новички спрашивают. В начале своего пути я играл в Shadow Fight. И неплохо так раздавал. Почему ты ушел с Привет Соседа? Сними его еще раз. Привет Сосед. Последнее видео про Привет Сосед. Там, где он Among Us. Если вы наберете 10 тысяч лайков, то я сниму вторую часть Привет Соседа. Вот так вот. Так что давайте, ребята, сделаем это. Ты играешь в Brawl Stars? Хороший вопрос. У меня второй канал, на котором полмиллиона подписчиков. Только по Brawl Stars. Так что ссылочка на него в описании, если кто-то еще не знает. Какие рубрики ты бы еще хотел запустить? Ну, возможно. Возможно, я бы, наверное, попробовал еще раз стримы делать. И может быть с вебкой даже. Вот что-нибудь такое. Будешь ли снимать Майнкрафт? Ни разу не играл в Майнкрафт? Не знаю. Пока что не хочу. Ты хочешь пройти заново Привет Сосед Ак-Т-3? Как три года... Ты хочешь пройти заново Привет Сосед, как три года назад? Возможно. Но вторую часть сначала, наверное, пройду. Если вы поставите 10 тысяч лайков под последним видосом по соседу. Будешь снимать, как достать соседа ремастер? Можно. Думал об этом. Даже, наверное, и скачал был. Будешь ли делать игры в Роблок сам? Хорошая идея. Может быть. Не думал об этом. Но я смотрю, все ютуберы... Не все, а многие делают. Значит, пора и самому задуматься. Так. Будет ли стримы? Возможно. Ты донатил много рубаксов в Роблоксе. Раньше я вообще делал контент без доната. Я просто заходил в любую игру и делал свое видео. Как я видел по-своему. Не важно, что там происходило. Вот. А в последнее время бывало, что доначуем. Потому что, допустим, того же качка не донатить, если, то... То это... Вся жизнь уйдет, чтобы его качать. Паша, ты хочешь зайти в World of Tanks? В World of Tanks я играл очень-очень давно, до еще канала. И очень неплохо играл. Но чтобы в него играть хорошо сейчас, то нужно там проводить очень много времени. Поэтому пока что нет. Какое самое популярное видео на твоем канале? Съедобная планета или там, короче, про рыбу, которая съедает планету? Да вы сами все можете посмотреть, на самом деле. Какую ты любишь игру Among Us или Roblox? Я больше Roblox люблю. Какая у тебя самая любимая игра? У меня нет такой самой любимой игры. Знаете что? Я вспоминаю в детстве Half-Life 2. Я очень любил эту игру. Most Wanted я любил. Пусть останутся эти самые любимые. Хотя маленькие кошмары. Маленькие кошмары я тащусь. Просто это супер атмосферная игра, которую я люблю. Ну и Сосед тоже классно. Крутые головоломочки. Да, наверное, вот эти игры. А прямо одна какая-то любимая. Такого нет. Но маленькие кошмары топ. Топ. Скоро вторая часть. 11 февраля. Так. Какая-то так-так-так-так. Ты играешь в игры с телефона или компьютера или планшета? Я все играю на компьютере, на эмуляторе. Но игру очень маленький кошмар. Я впервые начал проходить на телефоне. Собираешься ли ты снять новый Hello Neighbor? Да. Собираюсь, если вы захотите. Ну что ж, ребята. Вот. Все. Вроде бы. Вопросы закончились. Наконец-то. Ах, да, ребят. Там вроде бы был вопрос еще. Я уже не помню, ответил я на него или нет. Сколько тебе лет, когда у тебя день рождения? Мне 32 года. 31 октября день рождения на Хэллоуин. Как-то так. Все, ребята. Я что попрошу от вас? Пожалуйста, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, что вы вообще, как вы меня представляли. И после вот этих всех ответов на вопросы, что вы обо мне думаете? Надеюсь, что вы не собираетесь отписываться. Все. Спасибо вам всем еще раз за 2 миллиона. Идем дальше. Всем удачи. До новых встреч. И пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok